Кто виноват и что делать? Оба эти вопроса возникают по результатам мониторинга эффективности вузов. Минобор России опубликовал их полтора месяца назад, а споры не утихают и сегодня. Почему обследование проводилось так поспешно и летом? Как случилось, что некоторые филиалы оказались эффективнее, чем головное учреждение? Наконец, что делать студентам Камчатки, если единственный государственный университет области не получил положительных отзывов? Эти и многие другие вопросы депутат Госдумы от Чувашии Алена Аршинова обсудила с министром образования и ректорами вузов республики. Напомню, по результатам мониторинга в педуниверситете и сельхозакадемии Чувашии обнаружились признаки неэффективности. Однако депутат Алена Аршинова не согласна с такой постановкой вопроса. Думский комитет по образованию вступился за высшую школу. Мало того, что сами по себе критерии мониторинга вызывают массу споров, так еще получается, что коммерческие учебные заведения лучше государственных, поскольку подверглись обследованию и попали в список неэффективных только государственные вузы. Алене Аршиновой еще нескольким депутатам Госдумы довелось принять участие в работе межведомственной комиссии, которая выносила вузам вердикт. И парламентарии сочли подход к делу, мягко говоря, некорректным. Я была уверена, что мы достаточно долго будем работать и будем встречаться много раз, не единожды. И была уверена, что каждый университет мы будем рассматривать в отдельности. Поэтому я думала, что комиссия будет работать долго. Как оказалось, все планы у министерства были другими. Ими голосовали списками. Списки были приведены. Были вот такие стопки бумаг. О том, что заранее просто было сложно сориентироваться и прочесть эти бумаги. Просто потому что они были высланы в последний момент. И кроме того, это просто такой объем материала, что хочешь не хочешь, но тебе просто времени изучить не хватит. Так, чтобы ты пришел с позицией по всем вузам. Понятно, у меня точно есть позиция по университетам Чувашской республики. Но мы же решаем судьбу и университетов, которые находятся в других субъектах Российской Федерации. В итоге ряд российских вузов, в число которых вошли и весьма уважаемые университеты, в добавление к государственной аккредитации, которая у них давно имеется, получили государственную дискредитацию. Как бы то ни было, о включении в список неэффективных серьезный удар по имиджу и авторитету. Алена Игоревна назвала такой стиль расправой над университетами. Ректоры согласно закивали. В последние дни они пережили немало неприятных моментов. В педуниверситете и сельхозакадемии по результатам мониторинга обнаружились признаки неэффективности. Кстати, Чувашский госуниверситет в список неэффективных не вошел. Но его ректор считает, что по отношению к коллегам судейство было необъективным. В голосовании истинно не устанавливается голосование. В голосовании принимаются решения. Мы были свидетелями многих таких решений. В голосовании можно принять любое решение. А вот то, что вы сказали, именно установить, по сути, эффективность, истину надо установить, или приближение к истине, это анализ. Это достаточно жесткий, четкий, глубокий анализ. Вот где-то мы не запросили, а еще неизвестно, кто как там оформил эти таблицы. Конечно. Ряд критериев вызвал у всех работников высшей школы недоумение. К примеру, как может Минобор определять финансовую эффективность вуза, которая финансируется Минобром? Звучит как головоломка. Или каким образом вузы должны способствовать повышению средних баллов по ЕГЭ? Чтобы поднять средний баллов по ЕГЭ, понятно, мы будем открывать новое направление. То есть, чтобы быть интересным по пустякам, у нас 80% профильного образования, связанных с АПК. Значит, мы должны открывать много направлений, которые не профильны для нас, для того, чтобы пошли нам сильные студенты. Это не очень хорошо для регионов. Это первое. Средний, чтобы не было там физически. При всем при этом ректоры согласны, что ситуацию в высшем образовании нужно менять коренным образом. Активнее приспосабливать высшую школу под нужды экономики. Избавляться от дублерства, когда, к примеру, юристов готовят сразу несколько вузов региона. Необходимы другие инструменты измерения, другие методики измерения, естественно, критерии, показатели должны измениться. Это одна тема. Другая тема очень важная, чтобы мы, действительно, вот, Борис Горьевич тоже, я поддерживаю ее предложение, другие звучали, посмотреть в разрезе программ, в разрезе потребностей и в разрезе возможностей вузов. Тогда у нас получается консолидация нашего потенциала. У кого хорошо получается, там надо это наращивать, там надо это укреплять и, соответственно, создавать еще лучшее условие для подготовки кадров. Все это и многое другое необходимо внедрять постепенно, изменяя аккредитационные требования к государственным вузам. Свои предложения совет ректора Фузов Чуваши передал Алене Аршиновой, которая заверила, работа только начинается. Елена Гальперина, Николай Яковлев, Республика.